Я просыпался у мониторов и засыпал у мониторов. Я оторвую именно тем, что движутся. Тренинг — это не про финансы. Все просто. Купил, выросло, продал. Все. Теоретический анализ, конечно, работает. На рынке работает вообще все. На фондовый рынок приходят далеко не умные люди, а приходят абсолютно идиоты. Все хвастались, когда был бум биткоина, когда они купили биткоин. Но никто не хвастался, когда он продал биткоин. Всем привет. Меня зовут Павел Комаровский. Это канал «Решиналансы», где мы пытаемся найти разумные ответы на жизненные вопросы. И сегодня у нас в гостях Александр Горбунов, автор каналов «Сталин ГУАК», Саня из Дагестана и «Трейдер». Привет, Александр. Привет. Мы сегодня будем говорить, как ни странно, не о политике, а о деньгах. И я предлагаю начать с того, что расскажи, как ты вообще пришел к тому, чтобы заниматься трейдингом. Ну, в моем случае это был такой, что называется, процесс от безысходности, наверное. Поэтому, когда я слышу, что люди говорят, вот, я хочу заняться трейдингом, и это, в общем, то, что нужно, я так смотрю на это всегда с большим скепсисом. Потому что это очень, на самом деле, эмоционально сложный вид деятельности. Ну, а как вообще, как тебе пришел в голову идея, что вот именно этим я смогу заниматься и достичь в этом успеха? Или это просто был какой-то путь проб и ошибок? Нет, это было просто, я даже не помню, как я наткнулся на всю эту историю, и начал ее изучать. Ну, просто потому что в то время мой выбор деятельности, которой я мог бы заняться, был достаточно ограничен. И тут подвернулся трейдинг. А что вот это конкретно? То есть ты просто на свой капитал трейдишь, с этого живешь, или ты управляешь чужими счетами, там, автоследование, чем ты занимаешься? Нет, нет, я никогда не занимался ни продажей прогнозов, ни там еще какими-то околорыночными историями, исключительно только на свой капитал. Понятно. Ну, я так понимаю, что ты достаточно много этим зарабатываешь, и обычно, когда ты много зарабатываешь трейдингом, там как бы два варианта. Либо у тебя очень большой капитал, при, там, стандартной какой-то доходности, либо наоборот, маленький капитал и большая доходность. Вот ты можешь это примерно цифрой набрать, назвать, если там брать процент годовых, вот сколько у тебя получается, там, ну, на длинном промежутке, там, не знаю, лет пять, например. Понятие много и мало, относительно для кого много, для кого мало, конечно, это очень сложная история. Тут я не стал говорить никаких цифр, поскольку все-таки на стороне Юрия Дутиодина, его ниша занята, с углубо-вопросами такими, конкретно о деньгах, и косплеить его, я думаю, не стоит. Понятно. Я поэтому и называю процент, то есть, как бы, я не прошу назвать конкретные цифры, а вот... Нет, это нет, это не какие-то там заоблачные проценты, они сотни процентов. Тут все важно, это нелегко взять среднюю по больнице, поскольку есть разные портфели, какие-то портфели, они долгосрочные, какие-то абсолютно краткосрочные, и что-то среднее из этого вывести нельзя. Поэтому тут все достаточно просто. Есть, когда прибыль, соответственно, прибыль есть, поскольку ты не отчитываешься ни перед кем, ни перед инвестами, ни еще перед кем-то. Поэтому это сугубо такой вопрос, что нужно генерировать прибыль, только потому что нужно жить. Понятно. Но чтобы порядок цифры все-таки понимать, ты сказал, не сотня процентов, а если назову там процентов 20-годовых, это будет похоже на правду? Ну, в каком-то потерь, конечно, да. Понятно. Окей, а можешь тогда рассказать, вот как претерпевала вообще твоя вот инвестиционная философия, какие изменения, то есть с чего ты начинал и чем занимаешься сейчас, потому что я знаю, многие начинают рассказывать, вот я там начал, не знаю, там с Форекса, потом там какой-нибудь криптой увлекся, потом понял, что нужно анализировать фундаментальные акции. То есть у тебя было какое-то развитие твоих подходов к трейдингу? Ну, они были достаточно краткосрочные, конечно, потому что первый вообще мой приход, можно сказать, на фондовый рынок, нельзя было назвать фондовый рынок, это была такая история, нечто связанное с финансовыми ставками, то есть там, это вообще первое, что я видел. Это бинарный опцион? Нет, тогда еще не было бинарных опцион, такого слова, по-моему, не было даже, и там было просто какое-то, прямо так, времени, допустим, 20 минут, и вот за эти 20 минут нужно было угадать, цена на валютной паре будет находиться в таком диапазоне или в таком, и в зависимости от убранного диапазона менялся коэффициент, и абсолютно случайно, потому что я тогда делал ставки на спорт, и исключительно ради интереса попробовал, сделал одну, вторую, две, три, и в течение дня у меня там было, по-моему, 100 рублей, а со 100 рублей получилось больше 10 тысяч рублей. Слушай, но это же дико убыточная штука, насколько я понимаю, в целом? это абсолютно, конечно, это абсолютно убыточная штука, и поэтому, но это я говорю о том, как появился вообще интерес к финансам, хотя это, конечно, нельзя никак назвать никакой финансовой историей, просто какой-то такой гейминг, что было. А на Форекс, Форексом я никогда не занимался, никогда не торговал, и сразу же после этой истории я завел уже счет для торговли акциями, после этого и начал изучать акции. В целом, поэтому, конечно, моя торговля, она всегда так или иначе изменяется, есть какие-то базовые постулаты, которые остаются, но это такие технические вещи, которые мы сейчас в это не сможем идти, это будет скучно и интересно. Тем не менее, смотри, есть разные подходы, кто-то говорит, я проанализирую все акции, выберу, буду держать, например, год, кто-то говорит, я буду заниматься вообще алго-трейлингом, я напишу робота, он будет за меня что-то делать, кто-то рисует графики, техническим анализом занимается, вот если в эти категории попробовать разложить то, что ты делаешь, вот куда примерно ты попадешь? Практически во все категории, что есть, как и алго-трейлинг, конечно, он составляет незначительную часть портфеля, также есть какие-то долгосрочные инвестиции, но также есть и картосрочные, конечно, картосрочно, там я уже не черчу никаких графиков, но я не хочу сказать, что черти графики, это плохо или хорошо, тут вопрос, трейдинг-то и прекрасен тем, что его очень легко оценить, то есть тут не нужно, это не живопись, где будет масса мнений, на какой-то счет, что это талантливый художник, или бесталантный художник, в трейдинге все просто, если у человека генерирует прибыль, то, соответственно, хороший трейдер, и если он генерирует прибыль с помощью натягивания черточек или подбрасывания монет, так это абсолютно не имеет никакого значения, главное, что у него есть прибыль, и, соответственно, он молодец. А уже каким способом это делает, это уже десятый, потому что трейдинг, это все-таки скорее всего, это именно разговор с самим собой, чем какие-то более сложные фундаментальные конструкции, которые все пытаются навязать. Тем не менее, смотри, я согласен с тем, что, конечно, результатом важнее, чем, наверное, способ, но для людей, которые этим интересуются, и кто сам не прожил 10-летнюю жизнь трейдера, или там, у меня старая, для них это выглядит так, что вот есть там пяток школ мыслей, и каждая кричит, что вот только мы знаем правду, как нужно делать правильно, все остальные, они заблуждаются, они начинают обосновывать, да, там кто-то топит за пассивные инвестиции, кто-то, наоборот, вот как раз то, что нужно графики рисовать, и человеку нужно как-то вот понять все-таки, в какую сторону ему примерно идти. И у меня, ну, там личное мнение, что какие-то из этих подходов, они более, с большей вероятностью принесут людям пользу, а какие-то это вот больше как обманка, то есть человеку, который торгует в казино, ну, торгует неправильно, там, играет в казино, ему тоже кажется, что он что-то прикольное делает, на самом деле, в среднем, никому нельзя советовать, кроме, там, каких-то математических гениях, редких, играть в казино. Вот тут вот, если по порядку пройтись, давай, может быть, я начну тебе накидывать какие-то конкретные, там, подходы, и ты скажешь просто свое мнение, насколько ты этим пользуешься, и, там, насколько средним человеку имеет смысл туда лезть. Вот, с чего начать? Наверное, давай, с, ну, именно, трейдинг, и технологический, технический анализ. Ты используешь технический анализ в каком виде? Ну, давай все-таки тогда ответим по поводу казино. Ты так отмелла ту идею. Человек в казино получает гораздо больше, чем деньги, он получает эмоции, ради этого он приходит. Все-таки мы все живем ради эмоций, и человек, который их получает, уже гораздо счастлив. А деньги тоже вопрос такой десятый в данном случае. И тут же вопрос, мы не можем дать кому-то какого-то конкретного решения, как, это рассеяние того, что сказать, как нужно торговать, это дальше такая же мысль, нужно сказать человеку, как ему нужно быть. И нужно дать формулу, как стать счастливым. Это все сугубо, индивидуально, оно зависит как от психологических, мировоззренческих и массы других факторов самого человека, так и его цели, и желания, его возможности, ресурсов и прочего-прочего. Поэтому тут мы ничего этим не сможем доказать. То, что хочется сказать, технический анализ работает, технический анализ, конечно, работает. Все в том-то и прелесть рынка, что на рынке работает вообще все. То есть, даже подбрасывание монетки, это тоже работает, но наступает такой момент, когда какой-то метод перестает работать. И главная задача любого, неважно, трейдер, чем он занимается, алго-трейдинг, там, фундаментальный, еще что-то, это выключить один метод и включить другой метод. И вот в чем начинается загвоздка. То есть, в какой-то момент человек перестает торговать акции или какой-то актив, а он начинает торговать свои методы. Потому что все методы работают. Вопрос в том, что на каком-то прежнете времени зарабатывают, а на каком-то теряют, теряют все, что они заработали, и плюс еще дополнительно. Просто банальный пример возьмите, какие-то скользящие средние пересечения и построите графику. Вы увидите, что в какие-то моменты там будет плюс. Ну, поэтому, конечно, будет минус, но в каких-то моментах будет плюс. Это как раз философский вопрос. То есть, как можно прилично метод отрабатывать? Трейдинг это есть философия и мировоззрение. Трейдинг это не про финансы. Потому что если трейдинг был бы про финансы, про исключительно такую математику, то тогда бы там бы нечего было делать никому, там бы все двигалось по определенным законам и нельзя было бы извлечь прибыль. если бы он был на 100% эффективен, а мы можем зарабатывать только на его неэффективности. Согласен. Вот поэтому меня немножко смущает, когда ты говоришь про то, что в принципе в какой-то момент работает все и все же в какой-то момент не работает. Нет, не все, но какие-то методы не работают. Ну да, я имею в виду, что даже самый плохой метод наверное в какие-то моменты он будет казаться, что он работает. Конечно. человек, который не очень может быть подкован в философии теории вероятности, ему будет казаться, что вот золотая жила, которую он нашел, на самом деле это будет иллюзия скорее всего. И вот мне как раз интересно, то есть когда ты говоришь, что умелый трейдер, он пытается как-то вовремя включить те методы, которые будут работать, выключить те, которые не работают, у него все равно в голове наверное должен быть некий ранжир, он должен понимать, что ага, вот здесь это больше похоже на игру в рулетку, в казино, где плюс-минус в среднем это будет отрицательным от ожидания. А вот здесь вот я вижу, что это реально рабочая там штука, которую я могу использовать и ожидать, что это в плюсе меня оставит долгосрочно. Вот для тебя, скажем так, каков твой набор инструментов, когда свой сундучок открываешь, что у тебя там лежит из-за того, что ты прямо вот используешь? А на рынке есть только два состояния рынка, он либо растет, он либо падает, да, ну и какие-то исключительно промежутки, когда он особо не двигается, ну и то там движение происходит, тоже вопрос такой вкусовщины, что называется, то, что говорит, что человек должен находиться в постоянном сомнении, трейдер, то это касается не только трейдера, это касается любого взрыва человека, даже тогда, когда он переходит дорогу на зеленый свет, он должен понимать, что не факт, что машина точно остановится, иногда будет лететь и не остановится и собьет, поэтому это вопрос не только какой-то финансовой осторожности, но и в целом подхода к жизни, поэтому тут же вопрос, если мы говорим, если мы сейчас не берем в расчеты торговые опционами, а мы берем, а мы говорим о торговой исключительно акциями и, допустим, фичерсами, то трейдер зарабатывает только в тот момент, когда есть навыки движения, то есть, для рынка, для трейдера единственный способ изучения прибыли это волатильность, и все, соответственно, если надо двигаться, ты зарабатываешь, а рынок не двигается, ты не зарабатываешь, с этим согласен, но, опять же, то есть, вот есть, например, мнение, что бесполезно пытаться угадать краткосрочное движение, это все приводит к повышению транзакционных издержек, и к попытке как-то сыграть на вероятности, когда на самом деле это все случайное облуждание, и люди говорят, окей, единственный нормальный вариант это долгосрочное инвестирование, я покупаю ценную бумагу, недооцененную, и я жду, когда там восстановится до справедливой стоимости ее цена на рынке, вот этим ты занимаешься, то есть, таким прям фундаментальным анализом долгосрочным, когда ты купил и держишь несколько лет, например. и я вообще скажу, я вообще не рассуждаю понятиями, что хорошо и что плохо, вообще в трейдинге категоричность это ужасно, то есть, тот момент, когда человек точно знает, что этот метод работает, не работает, эта акция точно через пять лет будет стоить там какие-то баснословные деньги, а это не будет, все обычно для них заканчивается очень плохо, потому что именно трейдинг это путь постоянного сомнения и постоянного переосмысления того, чего ты делаешь. Или, сказать, хороши долгосрочные инвестиции, безусловно, инвестиции долгосрочно прекрасны, потому что в среднем рынок все время растет, большая часть времени все он растет, и если вы не будете брать какие-то экзотические акции, а возьмете достаточно крупные и устойчивые компании, то на интервале как вся экономика будет расти и будет зарабатывать, когда все будет падать и вы будете тоже терпеть убытки вместе с рынком, но при этом на горизонте 30 все равно себя будете чувствовать неплохо. Вопрос в другом, что если у вас есть 30 тысяч рублей, то есть ли в этом смысл всем этим заниматься и инвестировать в какие-то долгосрочные истории? Вряд ли. Вряд ли, наверное, нет такого смысла. А есть ли смысл взять 300 тысяч рублей и попытаться сделать 1000%? Наверное, тоже нет смысла, потому что тут уже фактор удачи и прочее, прочее. Поэтому мы не можем дать. То есть, ты ждешь от меня какой-то пошаговой инструкции, я скажу, ребята, так, 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 и так нужно. На рынке эта история не работает. Рынок-то прекрасен тем, что мы можем купить в одно и то же время один и тот же актив, но при этом один из нас заработает, а другой нас потеряет. При условии, даже, что мы это сделали в одно и то же время, на одну и то же сумму и с одной и той же идеей. Просто кто-то выйдет раньше, а кто-то выйдет позже. Самый главный пример, все хвастались, когда был бум биткоина, когда они купили биткоин, но никто не хвастался, когда он продал биткоин, потому что, когда купил биткоин, это не имеет вообще никакого значения. Биткоин, он может было купить и по 15 тысяч и выйти по 20 и чувствовать себя прекрасно, а можно было купить за 200 долларов и не продать его там по 20 тысяч, а сейчас он там в районе 10, ну и чувствовать, и упущенную выгоду, поэтому тут же вопрос именно и именно в подходах и в целеполаганиях. Окей, смотри, я, наверное, действительно не пытаюсь от тебя получить какую-то инструкцию инвестиций для чая. А ее нету, потому что мы с вами. Но, тем не менее, ты же все равно, если ты занимаешься этим постоянно, у тебя должны быть какие-то принципы принятия решений. То есть я согласен, что ты должен быть максимально скептичен, ты должен постоянно сомневаться даже в том, что тебе кажется правильным, иначе как бы ты не выживешь, но как бы ты все равно должен к этому структурировано правильно подходить. То есть ты вряд ли ты скажешь, там, я просто, ну, на интуиции начинают как бы торговать, да, и что-то получается хорошо. Наверняка у тебя есть некие свои ориентиры, из которых ты исходишь. И я поэтому и не пытаюсь как бы может даже пока сказать, что там, Александр, скажи, там, что должны делать все наши зрители. Я пытаюсь понять, как конкретно ты к этому подходишь, ну, и это не обязано быть каким-то там bulletproof thing, да, то есть это просто вот как бы как ты, как ты это делаешь. И пока я сейчас достаточно слабо представляю, то есть вот как вообще выглядит то, чем ты занимаешься, да, то есть ты, может быть, ты, не знаю, там, биткоином торгуешь все время, да, или вот, 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 что ты делаешь, чтобы зарабатывать нормально на этом? Я отрываю именно тем, что, тем, что движется, как я уже сказал раньше. Единственное, какая, единственное, что нужно для трейдера, это волатильность, причем уже вопрос, уже вопрос, там второй или третий рынок падает и растет, а главное, что он движется. Конечно, есть определенные нюансы, когда он находится в падении и когда он находится в росте. И все остальное, ничего я не могу придумать, потому что все на самом деле придумано. До нас трейдинг очень прост, он настолько прост, что из-за своего такого, то есть тут важно понимать, что люди, когда хотят заняться трейдингом, они очень сильно, у них испорчено взгляд на трейдинг благодаря кинематографу, благодаря журналам, деловым газетам, постоянным им сводкам на телевидении, там на Бунберге еще где-то, где выходят эксперты и рассказывают свое умное экспертное мнение. Важно понимать, что есть два огромных рынка, это вот рынок, который создает и обучает, создает и продает информацию, а есть другой вот такой абсолютно небольшой рынок, в котором, соответственно, активы продаются и покупаются, и там они продаются и покупаются, и огромными корпорациями и фондами. И там тоже, соответственно, делать нечего простому трейдеру. Простой трейдер должен находить именно свою выгоду и на вот эти, на движение этой цены. И все, и когда цена движется в вашу сторону, вы должны радоваться и получать удовольствие. А если цена не движется в вашу сторону, то зачем вам зря грустить и испытать фрустрацию? Не надо так делать. Не терпите, когда вам плохо. И все на самом деле просто. Но дело в том, что если говорить просто, это неинтересно, потому что у всех в головах, что у всех сразу открытие, вот я сейчас стану трейдером, потом я открою фонд, потом дальше, а если я открою фонд, то я буду говорить просто. Если я буду говорить просто, мне денег не дадут. Мне надо говорить как-то заумно, нам нужно очертить графики, нужно рассказывать какие-то истории. И чем больше будет английских слов в речи, тем будет еще лучше, тем будет загадочнее и приятнее. Но в итоге результат, как мы понимаем, не в этом. Результат все просто. Купил, выросло, продал. Все. Окей, смотри, у тебя действительно звучит очень просто, но вот как ты относишься вообще к гипотезе эффективного рынка, да? То есть идея состоит в том, что огромное количество очень умных людей одновременно пытаются извлечь из этого выгоду, из этой волатильности. И вероятность того, что там отдельно взятый человек сможет перебороть эту на сферу информации, да, и вот понять, что да, сейчас точно это пойдет сюда, она крайне мала. И идея в том, что за счет того, что ты несешь все-таки какие-то там транзакционные издержки на этом всем, в среднем как бы ты будешь как трейдер, скорее всего, получать отрицательный результат. Вот как ты к этому относишься, что это в целом работает, но есть какие-то исключения или как бы это ерунда? Нет, хорошо отношусь, то есть об отрицательном отожидании, да, ты знаешь, что жизнь тоже имеет отрицательное отожидание. Вообще все, очень много имеет отрицательное отожидание, но при этом это не мешает человеку существовать, потому что все рано или просто окончится. И мы можем найти массу теорий, объясняющих, почему рынки растут, рынки падают, почему на рынке можно заработать или нельзя зарабатывать, но это никак не приблизит нас к концу месяца к конечной сумме денег. Мы начали разговор о том, что я зарабатываю для того, чтобы жить. Если бы я зарабатывал для того, чтобы отчитываться перед инвесторами, то я бы тогда говорю, конечно, совсем другое, я бы придумал другие теории и объясняешь те или иные события. Но когда приходит момент мне покупать еду, платить за квартиру, за то, за все, за все, эти все люди, они не будут слушать мои теории. Я буду говорить, ребята, вы знаете, на самом деле, вот у меня есть, несмотря на все, на всю изучающую картину рынка, у меня позитивный взгляд и эта стратегия матраждания когда-нибудь там принесет что-то хорошее, доброе, вечное. И скажешь, нет, давай ты принеси деньги и заплати, а вот эту историю рассказывай в каком-нибудь другом месте. Поэтому я об этом не думаю, мне нужно просто делать деньги и все. Я скажу про другое, то есть я согласен с тобой, что там есть некая разница между тем, что, может быть, люди там делают и тем, что они рассказывают. Я больше про то, что с точки зрения вот такой классической высоколобой финтеории, такого человека, как ты, по идее, не должно существовать. То есть должно быть огромное количество людей, которые пытаются этим зарабатывать, в среднем, как бы, они зарабатывают вот эту вот стандартную пассивную доходность рынка минус издержки, но нету человека, который вот прям стабильно достаточно получает доходность выше рынка за счет того, что вот он что-то знает. То есть у тебя есть какое-то преимущество, что ты охрененно анализируешь ту же самую информацию, что и все, к каким-то выводам другим приходишь. Или у тебя там какой-то оракул внутри сидит, который вот прям правильно подсказывает, что ты гораздо больше времени оказываешься прав, чем неправ. То есть вот у меня именно вопрос к этому, наверное, как так получается, что типа все очень умные люди пытаются играть в эту игру, но есть там какие-то отдельные личности, которые типа стабильно превосходят рынок и все думают, что вот они сейчас станут такими же, как ты, например. Ну, во-первых, надо этот вопрос разделить на массу, во-первых, на массу подпунктов. Во-первых, с чего ты взял, что большинство людей умные и большинство этих умных людей находятся на рынке. Это большой вопрос. Это первое. Может быть, если они были умные, они потом не оказались. Это важно. Второй момент. по поводу классической финансовой теории. Ну, вообще, если по классической экономической теории, то нас тоже, по идее, могут не существовать, потому что в экономической теории человек очень рационален и покупает только те покупки, которые с точки зрения его рациональны. Ну, вот мы сейчас здесь находимся и тут найдем массу вещей, которых мы совершили абсолютно необдуманно и под выдержанием каких-то других факторов, а не исключительно экономической выгоды. Это, скорее всего, говорит не о том, что меня еще кого-то не думает существовать, а это говорит о том, что все-таки вот эти все теории, они именно теории, какие нужны, они людям, которых рассказывают, больше, чем и тем, кому они это рассказывают. Вот касается вот тот же вопрос. Какой был, что нам был третий? И я, мне кажется, тоже уже забыл, но смотри, на самом деле все сводится к тому, что сейчас как бы зрители, которые смотрят, думают, блин, Александр говорит дело, мне нужно сейчас бросать нафиг свою работу в офисе, у меня есть небольшой капитал, я вот сейчас начну торговать на бирже и не буду слушать всех тех, кто говорит, что там эта задача сложная и так далее. Я понимаю, что да, там это эмоционально трудно, но я хочу быть как Александр, я сейчас буду торговать и буду, значит, у этих всех основных людей, которые, может быть, не такие умные, превосходить и жить отлично. У меня есть определенные сомнения в том, что как бы средний человек, который попробует это сделать, он достигнет успеха. То есть моя гипотеза, что, наверное, большинство людей, кто пойдут в это, они в итоге зря потратят время, деньги и, в общем-то, уйдут ни с чем с рынка. Ну, это, кстати, Гарри Квапу, к той причине вопрос о том, что если человек, то, что я сейчас сказал, послушали, так скажет, то это говорит о том, что на фондовый рынок приходят далеко не умные люди, а приходят абсолютно идиоты. И не только так, но это касается всего. Понимаешь, что в какую бы ты сферу ни пошел, там только 1-2% добьются успеха. В спорт люди идут, а олимпийский чемпионов становится единица. И если человек не понимает эти риски, то ему вообще не стоит выходить из квартиры. Потому что 95% людей не добьются успеха нигде вообще и никогда. Ну, это просто потому, что так устроен мир. И абсолютно не имеет значения, чем бы они занимались. Они занимаются продажей мороженого или они занимаются продажей или покупкой акций. Ну, так все устроено. Это очень несправедливо, грустно, печально, обидно. Ну, так надо жить. Другого мира у нас, для нас нет. Окей, но вот давай вернемся, может быть, к вопросу пассивных инвестиций. То есть самые большие дебаты всегда вот у меня там на канале и в целом в интернете это вот этот спор между тем, между пассивными, активными инвестициями. То есть те, кто за пассивные инвестиции выступают, они говорят, ну вот посмотрите, там есть, например, тот же самый Spiva, сайт, ну там где сравниваются результаты пассивного Standard & Poor's 500, ну или там даже конкретных индексов в разных странах и результаты активных фондов, где там как раз вот сидят всякие нобелевские лауреаты, управляют очень там умные люди, которые всю жизнь там на это потратили, образованные и так далее. Типа вот посмотрите, там 80-90% фондов, они хуже показывают результат, чем абсолютно пассивный индекс. Типа вот почему вы считаете, что вы умнее всех этих умных людей? И идея народа в том, что если взять как бы вот распределение тех, кто в этом добился успеха, то типа получается очень похоже на то, как будто бы это просто случайное распределение, да, то есть если мы там подбрасываем монетку, то чисто статистически будет там некий процент людей, кто постоянно угадывал и он стал богатым. Но это не значит, что он обладает каким-то умением, да, крутым, значит просто ему повезло. Вот, и, наверное, главный аргумент пассивщиков в том, что вот мир достаточно сильно похож на то, как будто бы здесь очень большая доля случайности и в целом как бы те примеры успеха, которые мы видим, они там с большой долей это просто вот luck, not skill. Вот. Поэтому, мне кажется... Вообще вся жизнь это удача. Это просто, когда человек достигает каких-то результатов, ему грустно говорить о том, что все, что у меня есть, мне сугубо повезло. Он начинает придумывать и мифологизировать себя и говорить, что я вот такой умный, умелый, смелый, и поэтому у меня это все есть. На самом деле, 99% всего, всего, что у нас есть, неважно, хорошего или плохого, это элемент, либо удача, либо неудача. Поэтому я для начала, если даже кто-то сейчас смотрит и решает заняться тренингом, решать чем-то, нужно перестать серьезно относиться к себе и превозносить роль личности во всех окружающих вас событиях, потому что, как показывает практика, именно, что все это нам везет или не везет. Что касается спора по поводу того, инвестиции должны быть долгосрочными, краткосрочными, какие-то фонды, не фонды, это спор, это спор исключительно ради спора. Потому что тут же хочется спросить вам шашечки или ехать. То есть, если вы понимаете, если вы понимаете, как работает то или иное, если вы понимаете, и у вас какие-то цели, то, понятное дело, что вы не придете в ту или иную деятельность. Если у вас есть деньги, на которые вам надо жить, то глупо, и эти деньги очень большие, то глупо их инвестирует. Не то, что глупо, а невозможно их инвестировать на какие-то там горизонты в 5-10 лет. А если у вас какие-то свободные деньги, то это значит предполагает то, что вы чем-то заняты еще. То есть, какая-то занятость, и когда у вас какая-то занятость, вы не можете заниматься именно активными инвестициями. Поэтому вам легче что-то купить и забыть. Поэтому тут такой спор, ну, в интернете много споров, на этом, собственно говоря, все и держится. Но возвращаюсь к вопросу удачи или способности. Все-таки вот я подозреваю, что ты не думаешь так про себя, что окей, я просто совершаю какие-то действия и мне все время везет. Ты наверняка считаешь, что у тебя есть какая-то способность, которая тебе позволяет добиваться успеха. правила. Нет, я считаю, что все, что меня окружает, это, конечно же, это средство удачи, потому что все мои знания и прочее-прочее, чтобы были получены абсолютно случайным путем. И если бы там где-то что-то сложилось бы не так, то ничего бы этого и не было. И так что тут как бы говорить, что я такой один, это, конечно же, это неправда. Это приятно, наверное, так думать, но это только вводить себя в заблуждение. То есть вообще, если понять, что мир, он крутится не вокруг вас, а вы вообще, в этом мире, на самом деле, ничтожная какая-то молекула, которая случайным образом появилась и случайным образом пропадет, все станет гораздо проще и легче. Это касается не только трейдинга, это касается вообще в жизни и в карьере и в чем угодно. Ну, окей, а можешь вот тогда описать для наших зрителей вот как вообще выглядит типа рабочий день трейдера, то есть вот там сколько ты времени тратишь на это занятие и что ты делаешь? Ты просто сидишь там в монитор, смотришь на графики или как вообще вот это занятие? Это когда сейчас или раньше? Ну, наверное, чем ты сейчас занимаешься, если ты сейчас активно занимаешься в том числе трейдингом, то вот сколько ты на это время тратишь? Сейчас крайне мало, поскольку это там я делаю какое-то исследование там, ну, это может быть раз в неделю или там раз в 10 дней, а потом просто мониторю рынок и когда происходит какое-то событие, которое я предполагаю должно произойти, зайти, мне просто приходит оповещение чтобы примерно тот актив туда-то подошел. Я делаю сделку, поэтому как бы в процессе ты рынки постоянно находишься, но уделяешь ему крайне мало времени. А когда я начинал изучать тренинг, то это, конечно, было все время, вообще все, которое можно было представить, я просыпался у мониторов и засыпал у мониторов. это было постоянно, это было несколько лет, это каждый день, но все время, которое есть, вот это все было удано именно на график, тренинг и прочее, прочее, софт-источные истории. То есть, ты прям больше сделок осуществлял, или ты просто больше там учился, анализировал? Это разное было, то есть, я и просто смотрел, и совершал, и там, и на симуляторе, и на симуляторе, и тестировал стратегии, и проводил всевозможные анализы, сравнивал, и прочее, прочее, ну, всякой такой ерундой занимался. А сколько у тебя времени заняло от момента, когда ты вообще там ничего не понимал в этом, до того, когда ты почувствовал, что, ну, в принципе, да, вот я более-менее вошел уже в калию? Да, я сейчас ничего не понимаю. То есть, этот вопрос, именно для того, чтобы понимать, нужно, просто понимание, нужно дать ответ, почему произошло то или иное событие, я не могу дать ответ, почему то или иное событие произошло, я не могу сказать, это та акция, там, или этот актит вырос, потому что у меня такого понятия, у меня нет такого понимания, и у любого, кто будет понимание, конечно же, он будет обманывать, поэтому, что происходит, я не знаю, но, несмотря на это, у меня получается на этом зарабатывать. Ну, да, я, наверное, имел в виду, вот, как бы, от конечной точки, да, что ты понимаешь, что, в принципе, какой-то процесс происходит, я примерно понимаю, как мне из этого, там, какую-то полезность ну, до конца у меня нет, сейчас такое верность, я все время все равно сомневаюсь, думаю, правильно это сделано или неправильно. А сколько ты уже занимаешься инвестициями? Ну, я открыл сразу счет, когда это было возможно, когда мне исполнилось 18 лет, а до этого еще несколько лет я торговал не на своем, то есть, ну, больше 10 лет. Понятно. Ты сказал, что достаточно много факторов случаются, да, там, привело тебя к тому, чем ты занимаешься сейчас. Вот, если бы все-таки был человек какой-то, который сказал бы тебе, я хочу делать то же самое, что ты делаешь сейчас, я понимаю там все риски и особенности этого занятия, подскажи мне, вот, как, ну, это твой взгляд? Я не знаю, что-то я не знаю, потому что, объясняю, что это вот то, что я сказал, это исключительно мое видение рынка. У человека может быть абсолютно противоположное видение рынка, и при этом он будет точно так же себя комфортно на рынке чувствовать. и человеку нельзя навязать свою жизнь, у него должно быть свое, свое, свое представление об этом мире, о рынке, о всем, чем угодно. То есть, если можно было бы так сказать, что вот, ты делай то-то, 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 тогда это все пишется в течение, там, нескольких часов в компьютерный код, запускается эта программа, и ты становишься миллиардером за, там, три дня, например. у нас такого не происходит, соответственно, таких секретов нет, либо те, у кого не есть, они молчат, не рассказывают. Может быть, с этим я соглашусь, но есть, может быть, какие-то примеры от противного, то есть, я, например, не могу людям рассказать, что вот вы обязательно сделаете это, и будет у вас все офигенно в финансовой жизни, но я могу, наверное, сказать, что вот есть там пяток вещей, которые вам точно не стоит делать, там, не стоит вкладываться в финансовые пирамиды, там, как бы вы не думали, что вы там вовремя выскочите, не стоит там, не знаю, в казино идти играть в рулетку, бинарными опционами заниматься, вот, то есть, от противного как можно. Нет, это, конечно, такие советы, там, ребята, не прыгайте с крыши и не ешьте стекло, ну, если людям нужны такие советы, то, ради бога, пусть сидят стекло и прыгают с крыши, ну, то есть, я вот это не поддерживаю, эту историю о том, что вот это средство массовой информации в последнее время начало относиться к своей аудитории как к каким-то идиотам, то есть, он с ними разговаривает на таком языке, как будто перед ним сичек, который ничего не понимает, ему нужно все разжевать и вкладывать ему в рот, то есть, ну, зачем, чем это делать? И по поводу того, что, ну, почему бы не поиграть в казино? Ну, казино прекрасное место, если бы в тех странах есть казино, я вхожу в казино, потому что там хорошо и приятно, мне нравится казино, ну, почему не? Ну, дело в том, что ты идешь в казино уже, если ты идешь в казино, в смысле, что ты сейчас его обыграешь, то, соответственно, ты идиот. Ну, и что тебе надо сказать? Если ты идешь в казино, что ты проведешь хорошо время, то и выбор, значит, такой твой досуг. Или когда ты можешь, если, ну, или когда происходят какие-то крупные спортивные события, сделать ставку, то есть, и ты не для того, чтобы там стать после этого миллиардером, а просто, чтобы тебе было интересно смотреть этот матч, там какой-то особенный, если ты не очень увлекаешься там спортом или еще чем-то. Это же такая сфера, сфера развлечений. То есть, у тебя такая ловка 22, да, что если человек ждет, что ему кто-то поможет в этом деле, то типа, он уже немножко безнадежен, Если человек сам поднимает, то никому не спешит. Если человек ждет, что ему вообще кто-то что-то поможет, он вообще безнадежен в этом мире, потому что, к сожалению, в этом мире никто никому ничего не поможет. Окей. Но тем не менее, вот ты как бы как к этому подходил? Ты абсолютно все из своего опыта пыталась извлекать или наверняка ты там, не знаю, кого-то читал, не знаю, там что-то исследовал, и вот если какие-то, например, там, книги или люди, ну, неважно, там в России зарубежная, все-таки зарубежная сфера больше развита, да, инвестиций, вот кто прям на твой взгляд сильно повлиял на твое отношение ко всему этому, то есть там за кем ты следишь и, может быть, там, респектуешь тем мыслям, которые они высказывают. И именно в мире тренинга? Ну, да, да. Нет, не было такого, чтобы я чего-то прочитал, единственное, нет, ничего такого в целом нет. Вот, ну, единственное, очень хорошее, ну, конечно, трудно назвать в плане тренинга, это не даст, а именно такая разминка для ума, потому что много, все возможные другое сопутствующая информация и просто интересно излагается и написано это все книги Толеба, например, да, ну, это очень приятно, неважно, чем бы вы ни занимались, это хорошая книга, которую можно прочитать. А найти такую книгу, которую у вас там рассказывают, вот здесь входим, здесь выходим, здесь докупаемся, здесь позицию урезаем, ну, и от такого нет. Я, конечно, много читал и смотрел, и всякие видео, которые мог находить в то время на Ютубе и там всевозможные форумы и прочее, прочее, прочее. Ну, наверное, что-то, конечно, наверное, какие-то полезные вещи из этого все-таки были извлечены, потому что если бы находиться в каком-то информационном вакууме, то вряд ли бы что-то получилось, потому что какая-то человек потребляет информацию, а потом это все у него как каким-то причуденным образом в голове корпорируется и получается, что нечто вообще другое, поэтому в любом случае читать это полезнее, как говорится, чем не читать, как говорят, если перефразировать, медведев. Свобода, уж чем не свобода. Ну, вот в России все-таки если ты все равно как-то немножко следишь за информационной сферой, есть кто-то из людей, кто на эту тему сказывается, кто более-менее на твой взгляд адекватен. Давно не свяжу, много лет уже ничего не свяжу, все, что происходит во всей этой околовереночной истории, я еще даже не могу никого назвать, потому что я не знаю. Понятно. А ты, я правильно понимаю, больше на зарубежных рынках, да, присутствуешь, чем на российском? Да, на российском тоже есть, но незначительно. Понятно. А ты еще упоминал, что когда-то хотел свой инвестфонд, но вроде как вся эта идея заглохла после известных событий, можешь двух словах рассказать вообще, что ты пытался сделать, то есть, если это инвестфонд, то там где с такой целью, то есть, что нужно? Ну, все банально, но это хотелось сделать, чтобы он, ну, абсолютно, это такой, не просто, не хотелось никогда брать деньги в дарительное управление, ну, там всякие, со всякими договорами на бумагах, я думаю, что это было все официально, с аудиторами, администраторами и прочим-прочим полезными вещами и так бы таки истории, да, кто-то получилось, что нет, пока, а потом не стало, ну, как бы на данном этапе мне это неинтересно просто, потому что неинтересно пока, ну, все может быть изменится когда-то. Понятно. Сейчас будет пара тупых вопросов, на которые ты откажешься отвечать, но на всех случаев спешу. У нас, значит, сейчас последние там 10 лет все дико растет, экономика США прет, и сейчас есть такие, ну, дебаты людей, кто говорит там, блин, нужно вкладываться, кто-то говорит, я боюсь там сейчас все рухнет скоро, вот на этой, как это правильно сказать, на этом отрезке полярных мнений, у тебя какое текущее мнение, что там грядет какой-то большой кризис, или на самом деле там невозможно это никак предсказать, или вот что ты думаешь? Не, ну, конечно же, иногда хочется порассуждать, и там удариться в какую-то геополитику, значит, а вот видите, уже Китай, это вот черная лебедь, это коронавирус и прочее, начнется, ну, в этот момент нас всегда останавливает, и это хорошо, где-то с какой-то застольной беседой, наверное, это, ну, когда уже все зашло в тупик, и можно поговорить, а если мы говорим серьезно о каких-то своих личных, именно своих личных финансовых уложений, то тут, я думаю, нужно просто всегда держать в голове план Б, то есть, когда вы что-то покупаете, нужно понимать, при каких, при каком сценарии, что вы будете делать, то есть, вот и все, если у вас этот план есть, то тогда вам, в принципе, уже и нечего бояться, что произойдет, то произойдет, план того, что, допустим, ты купил один актив, и вот ты знаешь, что если он вырастет на энное количество, что ты будешь с ним делать, а если он упадет на энное количество, что ты будешь с ним делать, а если он не вырастет, а будет находиться в таком, а если он вырастет, чуть-чуть потом упадет, чуть-чуть пойдет, потом опять вырастет, и на все это у тебя должен быть план, и когда у тебя будет план, ты будешь понимать, тогда, соответственно, тебе не будет никаких особых перерываний. Будешь жить согласно своему сценарию. А план нужен, чтобы не вестись на эмоции в процессе или просто, чтобы как факт подумать и все предусмотреть? Ну, это совокупность. С одной стороны, это, конечно, будет именно когда у человека есть, и человек все-таки такая. Такое существо очень слабое, поэтому нужно искать какую-то поддержку в чем-то. Придумывает. И, с одной стороны, это даст тебе такую надежду, что ты как бы все контролируешь, с другой момент, это тебя избавит от необдуманных поступков, когда будут происходить какие-то ситуации панические. И, во-вторых, это просто даст какую-то иллюзию, что хаос можно упорядочить. Понятно. Потому что мы все, в принципе, живем в иллюзии, и мы всегда создаем иллюзии. Человек вообще-то... И рынок это не исключение. То есть, человек то, что на сквозь всегда создают иллюзию. Иллюзия, что у него все хорошо. Иллюзия, что у него есть друзья, крепкий тыл, что завтра будет все хорошо. Что он завтра не умрет. То есть, ну, это все иллюзия. И рынок нельзя исключать, тут тоже не должно быть. Ну, ну, их, конечно, нужно дозировать, но при этом нужно иметь. Давай поговорим про обычных людей, да, кто, может быть, не сильно прям шарит в финансах, но у кого есть, например, стабильная работа, зарплата, и... Ну, вот, с твоей точки зрения... Я вот не понимаю, наоборот, людей, которые говорят, что не шарит в финансах. То есть... Ну, это все люди практически... Нет, нет, нет. Нет, те, которые... А, кто шарит? Которые шарят финансы, ну, как... Кто это, да, вот... В чем они шарят конкретно? Ну, ты шаришь в финансах. Да нет, почему нет. Ну, как? Если кто-то шарит, то, наверное, тот, кто зарабатывает на этом, нет? Нет, зарабатывает тот, кому повезло. А тот, кто не повезет, тот не зарабатывает. Лучше все. Ну, подожди. Вот мы опять возвращаемся к тому же вопросу. Если бы ты думал, что тебе просто повезло, ты бы, наверное, этим сейчас не занимался, потому что ты думал, что, ну да, значит, в следующий раз, наверное, мне повезет, как бы нет смысла продолжать это делать. Нет, почему? Если повезло, значит, еще повезет. Ну, блин, я уверен, что ты так не думаешь. Я уверен, что... Нет, тут же мы же говорим о том, что это совокупность всех факторов. И все факторы, когда складываются, то человеку везет. А в любом случае человеку не везет. И все. Окей. Ну, давай я подпожу. Ладно, стандартный не шарящий человек, как все остальные. Он не готов, как бы, фултайм это делать, да, постоянно. Он думает, я вот сейчас буду откладывать, у меня будет какие-то сбережения, они меня там в трудный момент поддержат, там, на пенсию и так далее. Вот с твоей точки зрения, какие самые частые ошибки люди совершают, когда они начинают инвестировать эту сумму? То есть, чего им делать совершенно точно не стоит, на твой взгляд? Самый главный ошибки, когда они об этом задумываются, наверное. Это, знаешь, есть такой пошлый старый анекдот, когда приходит девушка кровидная и говорит, Рэбэ у меня завтра первая брачная ночь, я не знаю мне, как перед мужем быть одетой либо раздетой. Тут он мне не успевает ничего ответить, бегает молодой человек и кричит, Рэбэ, Рэбэ, тут такое дело на валютном рынке паника, вот что делать, валюту покупать или продавать? И он им отвечает, неважно, дочь моя, будешь ты одетой или будешь ты раздетой, неважно, сын мой, купишь ты валюту или продашь, в любом случае вас обоих поимеют. То есть, это именно та история, когда в любом случае, если вы не вложите никуда свои деньги, оставите их под подушкой, вы все не потеряете, ну там какую-то часть, и либо купите какую-нибудь ерунду, ну или вложите куда-то, и может быть вам повезет, а может быть не повезет. То есть, это тоже история, что в любом случае, как мы выяснили, что жизнь имеет отрицательное мотожидание, а все остальное тем более. Ну, конечно, если есть какая-то, во-первых, тут же нужно еще иметь такую особенность, которой нельзя исключать это выравнение, то, что просто интересно. То есть, ну, просто купить там две акции, это интереснее, чем держать эти сто рублей у себя под подушкой. По крайней мере, скучно, и в серых буднях появится хоть на время какое-то развлечение, по крайней мере, человек будет читать какие-то сводки, новости или еще что-то. Тут тоже нельзя исключать, это тоже приятно. Ну, да, то есть, кому-то точно это ради интереса, интересно, но просто вот у меня немного другая философия, то есть у тебя прям такой жесткий нигилизм, я с точки зрения там философии, может быть, поддерживаю, да, что там в абсолюте там ничего нельзя исключать и так далее, но мне кажется, все равно можно дать людям какие-то направления с точки зрения там вероятностных хотя бы, то есть я вот там большинству знакомых говорю, что если вы вообще не думаете там про инвестиции, да, вы просто держите там, не знаю, на депозите, то в целом это достаточно глупая стратегия для долгосрочного инвестора, да, то есть вы могли бы там вложиться все-таки в фондовый рынок конкретировано, но с большой долей вероятности это будет выгоднее, чем держать на депозите. Я как бы достаточно сильно, ну, как бы это отстаиваю перед ними, хотя я понимаю, что там, конечно, во всем многообразии вселенных, есть там куча вселенных, где эта стратегия, конечно, она будет ужасно там себя чувствовать, но вот я думаю, что все 85-90 процентов, наверное, я прав в этом смысле, а у тебя получается как будто бы там вот все вот эти дорожки до будущего, они типа как бы равны, да, то есть ты можешь закрыть глаза, посшигнуть вперед и жизнь тебя куда-то вынесет, наверное. И о том, что все в принципе плюс у него одинаковое, поскольку, ну, если мы, допустим, проведем анализ с банковскими депозитами, я не думаю, что банковские депозиты очень сильно уступили, если мы возьмем российский рынок, инвестиции, и сравним доходность по банковским депозитам, там, допустим, где-то середина нулевых до известного четырнадцатого года, да, или даже пятнадцатого, то что обгонят, голубые фишки или инвестиции в банковский депозит, да, но только при одном важном условии, что в банковском депозите там была страховая сумма, чего не было на фондовом рынке, да, там, когда там было 700 тысяч, в каком году это верили, в каком-то году, то есть верили, то есть, да, поэтому это тоже важный момент, поэтому и тут что нельзя исключать такой момент, как там удобство и прочие такие истории. Мне кажется, что вообще если человек обладает какой-то энной суммой денег и не знает, что с этими деньгами делать, то он уже на неверном пути, то есть, тот момент, когда он приходит за советом, что делал со своими деньгами, это говорит о том, что он, в принципе, не понимает вообще, что происходит в целом, и уже, и вообще уже вопрос, куда вложить деньги, он уже изначально провальный, он уже изначально провальный, потому что, если у него есть какое-то свое дело, он занимается, то и у него все получается, то логично вкладывать туда, если у него это, он понимает, что он же настолько вырос, то есть, нужно начинать что-то новое или что-то изучать, а вот так сидеть и говорить, что и куда вложить, мне кажется, в основном это говорят, ну, это такие очень-таки праздные вопросы, и они не стоят серьезного обсуждения, скажем так. Я чувствую, что я сегодня буду плакать в подушку и просто думать, что у меня пора закрывать канал за полной бесполезностью. Нет, на самом деле, это будет очень полезно, если бы, ну, по крайней мере, есть человек, вообще, все проблемы начнутся от того, что люди стрелы и не оценивают себя и себя в этой жизни, то есть, когда они что-то оценивают и понимают, где они находятся и кто они, им будет гораздо проще жить в целом. Я, красавчик, хотел перейти к вопросам не про инвестиции, а в чем в жизни счастье, на твой взгляд? Да, во всем, в каких-то удовольствиях мелких, у каждого свое, как в такой момент в прошлом, ты был как какие-то такие сугубо бытовые вопросы, но это если мы говорим обо мне. Ну, согласен, что у каждого свое, но там, опять же, есть разные школы мысли, кто-то говорит, что, блин, счастье, это там гедонизм, нужно просто удовольствие получать и так далее, кто-то говорит, что, блин, ребята, это такая кроковременная вещь, на самом деле, счастье, оно там в какой-то цели, да, большой, которая тебя там драйвит вперед, или это, опять, с твоей точки зрения, все абсолютно какая-то случайность, да, и у каждого будет абсолютно свой ответ, не похожий на другие. У каждого будет свой ответ, не похожий на другие, это правда, но в какой-то момент я пользовался, тут вопрос именно в том, что все эти вопросы возникают от того, что люди от жизни, там, от трейдинга, еще от чего, неважно от чего, они ждут вот этого пресловутого счастья. Человек начинает задаваться вопросами тогда, когда ему что-то не нравится, да, потому что тогда он начинает искать на нем, тогда он начинает искать ответ. А вся проблема в том, что они не понимают, что там жизнь это не какой-то подарок на день рождения или на праздник. То есть, просто дарь и все, она невероятно должна быть какой-то. Те, кто говорят о том, что счастье это, иметь какую-то далеко идущую цель, они, конечно же, правы, но они забывают говорить о том, что наступает в тот момент, когда ты эту цель достигаешь. То есть, ты был счастлив там каких-то, условно, где там пять лет, тут ты ее достиг и дальше что? Это должна быть такая цель, которую невозможно достичь, чтобы к ней вечно идти, как коммунизм. Ну, это уже, а может быть, она тебе казалась в тот момент абсолютно вечной, достижимой, а ты ее потом раз и достигаешь. То есть, да, и уже что с ней делать? Уже новую цель ты не будешь ставить, потому что это уже получается какое-то повторение. Ты уже должен будешь жить в новом мире, в котором ты жить не привык. Потому что, когда ты ставишь тебе большую цель и идешь к этой цели, ты не живешь настоящим, ты живешь будущим. А когда наступает настоящее, ты понимаешь, что ты не привык к настоящим, потому что у тебя всегда мысли были впереди, а это впереди больше нет. Есть только сегодня. И что делать сегодня? Непонятно. То есть, лучше жить сегодняшним днем? А ничего не лучше, да нет никакого лучше, вот в том-то и дело, что нет не лучше, нет не хорошо, нет не плохо. Есть вот жизнь, вот такая, какая она есть, в своем многообразии. И каждый в ней как-то находит какие-то утешения, какие-то минуты радости и ждет того момента, пока он, соответственно, его биологическое время пойдет к концу и он перестанет заниматься всей этой ерундой. То есть, вот, собственно говоря, мы же все занимаемся чем? Мы все находимся в каком-то глобальном зале ожидания и ждем, пока подъедет наш поезд или полетит за самолет. И вот пока мы находимся в зале ожидания, кто-то сидит в телефон тупик, кто-то и там складывает какие-то какие-то игры играет, кто-то читает, кто-то носу ковыряется, кто-то спит, кто-то газету читает, кто-то пытается с кем-то познакомиться. Это все именно процесс такой, чтобы убить вот это время. А у тебя есть какая-то глобальная цель? Сейчас нет. Понятно. Ну, вот такие какие-то бытовые, бытовые есть, а вот такие там улететь на Марс и все что-то такое. Слава Богу, такого нет. Ну, то есть, мы, по сути, живем, что просто по возможности интересно провести время, да? Ну, естественно, да, конечно, ничего же мы с ним не знаем-то. А как ты относишься вообще к образованию? Вот сейчас молодые люди, да, которые заканчивают школу, как ты думаешь, им нужно, не знаю, идти в хороший вуз, получать крутое образование, или это все уже полная дичь в текущем мире? И сейчас другие вещи, на самом деле, людям помогают хорошо и интересно прожить жизнь? Не знаю. Мне кажется, все-таки нельзя сбрасывать со счетов такой важный момент в образовании, как когда ты учишься в каком-то хорошем месте, то ты обзаводишься такими социальными связями, которые в будущем возможно пригодятся. То есть, именно с такой точки зрения можно подойти. Во-вторых, не все люди, не у всех людей есть самодисциплина, заниматься самообразованием и всем этим все это постигать. Допустим, я человек очень венивый, и самообразование это очень тяжело. Поэтому тут, мне кажется, и потом все зависит от профессии, о которой мы говорим. Ты, разве, захотел бы пойти к врачу, который занимался самообразованием, или к физику, которая будет работать на ядерной атомной станции, которую, ребята, я тут пару вебинаров посмотрел, все нормально, сейчас разберемся. Ну, это все зависит от... А если человек, допустим, хочет заниматься, как я не знаю, там, ну, историей, например, или филологией, сейчас, наверное, накинутся все историки и скажут, ах ты, мразь, это так сложно. Ну, наверное, он имеет право на самообразование, а врач, наверное, и нет. Ну, это такое особо. Понятно. Пара вопросов все-таки про политику. вот на самом деле со многими там друзьями, коллегами общаюсь и есть как бы те, кто вот прямо у кого там, знаешь, душа горит и они все время там на амбразуре, есть там наоборот какие-то консерваторы, но очень большое количество людей, они в целом к этому относятся так, что вот там я лично ничего поменять особо не могу, меня там многие вещи, может быть, не устраивают, в том, что происходит, но я реально вот не вижу никакого как бы выхода, да, то есть как это может продолжаться, то есть многие люди считают, что вот так, как сейчас идти, оно не может идти вечно, да, это какой-то тупиковый путь, но они не видят альтернативы, типа вот что должно произойти, чтобы мы там на какой-то другой путь встали. Вот с твоей точки зрения, если там пройдет, не знаю, там 10-15 лет, что вообще будет с Россией и видишь ли ты какой-то путь, где мы без каких-то там лишних, не знаю, переворотов, там потрясений выходим вот к какому-то более такому европейской дорожке. А перевороты бывают не лишние, бывают органичные, я не знаю в понятии, что такое европейское, Европа сейчас тоже большая и разная, и надо ли туда идти. По поводу того, что он видит альтернативность, если человек не хочет чего-то одного, то это уже альтернатива. Значит, вот это он уже не хочет, а хочет что-то другое. То есть, если он не может это сформулировать, то это не его проблема, потому что это не люди должны формировать смысл, смысл должны формировать все-таки там как бы так громко ни звучало национальной интеллигенции. Если смыслов нет, то это вопросы к ним, а не к тем людям, в чью сферу обязанностей, это не входит. Ну, что ли, ты представитель национальной интеллигенции, правильно? Нет, вряд ли. А кто? Кто тогда? Представитель национальной интеллигенции, я не знаю, но это не я, я не готов говорить от имени огромного количества людей, у меня нет этого полномочий никаких. А у кого есть, ни у кого нету, это же просто стихийный процесс, правильно? Стихийный процесс, да, конечно, это именно кто-то себя чувствует, я за собой не чувствую, что я готов. Окей. Пытаюсь правильно сформулировать. то есть, вот многие люди, они там поддерживают, может быть, какие-то вещи, которые там ты, в том числе, пишешь, но они не понимают, а что им делать. То есть, они чувствуют, что у них нет возможности, не знаю, просто прийти, проголосовать за правильного кандидата, просто потому, что там они его не видят в бюллетене, и он там как бы не появляется и не появится, наверное, и они не готовы там, не знаю, выходить на митинги и с амбразурой там, на амбразуру бросаться с какими-то лозунгами. Они вот хотят какой-то срединный путь, да, что типа давайте мы все будем стараться сделать правильно и все будет хорошо в итоге. И вот я, если честно, не вижу этой дорожки, то есть я даже себя в голове не могу как бы сформировать какой-то сценарий, где я вот вижу, как мы к этому придем. Когда вот таких людей умеренных, у них будет способность там высказать свое мнение, и он что-то повлияет. Нет, мы к этому, естественно, придем. Рано или поздно это настанет, потому что такой исторический процесс, и он неизбежен, потому что мир в целом развивается одинаково, только есть в определенных странах временной влага какой-то, да, и вопрос в том, чтобы преодолеть этот временной влаг, если его преодолеть, это, конечно, хорошо и приятно, но если его преодолеть не получится, то, значит, все то, чего люди хотят, будет, но только с какой-то задержкой, какой, не знаю. Вот ты сказал, что самая проблема, что действительно люди хотят, а у них просто нет механизма на это повлиять, да, и, и, безусловно, рано или поздно эти механизмы появятся. Вопрос, какой ценой, вопрос, что для этого должно произойти, это, он есть, но он же, наверное, второй, там, или десятый, главное то, что это будет, потому что, ну, это неизбежно, потому что все, все так или иначе, к тому идет, а те другие страны, на которых ты, если ты их ставишь пример, то раз они данный аспект и опережают, то, наверное, они выйдут уже, там, к тому времени на другую ступень, а мы только зайдем на эту, то есть вот, и вот только в этом, соответственно, и дело. А ты когда-нибудь думал об эмиграции, то есть, вот, перейти в другую страну? Ну, исключительно так несерьезно, то есть я себя не вижу в другой стране, именно проживающем там постоянно, потому что я здесь привык, мне здесь более-менее нормально, ну, опять же, я говорю, что это, мы говорим о, ну, о сегодняшнем времени, о моем мироощущении сегодня, а может быть, там, через пять лет все изменится, и мне захочется чего-то другого, и вот на этой ноте свет даже маргнул, потому что нас энергетическая сердежка держала, она подмигнула нам. Кризис какой-то энергетический произошел. Ну, на самом деле, уже последний, буквально там, один-два вопроса, хотя у тебя спросить, вот если бы ты вернулся к самому себе на десять лет назад, и ты бы мог там дать один или два совета самому себе, что бы ты сказал? Что бы я сказал? Больше самообразовывайся, самообразовывайся, учи языки, и вообще читай еще как, еще больше и больше. Понятно. Спасибо тебе большое за интервью. Спасибо. Очень интересно. Надеюсь, зрителям нашим тоже, подписывайтесь обязательно на все каналы Александра. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал и на другие ресурсы Rationalance. Если у вас есть какие-то интересные вопросы или идеи по поводу того, что мы обсудили, пишите в комментариях. На этом все. До пребудет с вами разум. Счастливо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова